Приветствую вас на нашем канале. Если вам понравится наше видео, поставьте лайк и оставьте ваше мнение в комментарии. Итак, приступим. Ветераны американской разведки попросили Байдена вести дела с Россией разумным образом. Ветераны профессионала американской разведки обратились к новоизбранному президенту Америки Джо Байдену с призывом не попасть в ловушку, которую приготовили для него и вести дела с Россией разумно. Ветераны о фабрикации данных о разработке ядерного оружия в Ираке, после чего Джорджем Бушем было принято решение развязать войну в этой стране, об отсутствии доказательств российского вмешательства в американские выборы и другом. Приводим письмо полностью. Уважаемый избранный президент Байден. Обмани меня единожды звездочка. Вы можете вспомнить, что президент Джордж Буш, сын СД, не мог вспомнить последнюю часть этого афоризма. Ну, это не важно. Оказалось, что в отношении Ирака Буша обманули неплохие разведанные. Напротив, он и вице-президент Дик Чейни были полны решимости напасть на Ирак и попросили наших податливых бывших коллег сфабриковать такие разведанные с целью обосновать эту катастрофическую войну. Это было настолько плохо, что председатель Сенатского комитета по разведке Джей Рокфеллер описал довоенные разведанные как ничем не подкрепленные, противоречивые или даже несуществующие. Джеймс Клэпер, звездочка, отвечавший за анализ изображений, полученных аэрокосмической разведкой, в своих мемуарах признает, что давление на Буша Чейни с целью документального подтверждения мошеннической программы Ирака по созданию оружия массового уничтожения было настолько сильным, что офицеры разведки, включая меня, так стремились помочь этому, что выискивали то, чего на самом деле там не было. Эта группа офицеров разведки, в первую очередь директор ЦРУ Джордж Тенет и его протяже Майкл Морелл, сумели закрыть глаза достаточному количеству членов Конгресса, чтобы смазать салазки никому не нужной войны. Многие из последних руководителей разведки поднялись по карьерной лестнице в обмен на услуги, оказанные преподатливом Тенете, и, похоже, переняли его гибкое отношение к истине. Можно с уверенностью сказать, что некоторые из них ответственны за недавние анонимные утечки, питающие нынешнее безумие СМИ, по поводу того, что мы будем называть российским хакерством 2,0. Мы призываем вас не попадаться на эту же удочку, тем более, что на этот раз мишенью стала Россия. Российское хакерство 1.0, доказанное мошенничество. Возможно, вы не знаете того, что показания из первых уст, данные 5 декабря 2017 года Комитету по разведке Палаты представителей, опровергли утверждение, все еще широко воспринимаемые потребителями крупных СМИ, как евангельская правда о наличии убедительных технических доказательств того, что Россия взломала электронную переписку Национального комитета Демократической партии. Опубликованную WikiLeaks 22 июля 2016 года, доказательств этому нет. Мы, ветераны-профессионалы разведки, за здравомыслие перед войной в Ираке писали президенту, чтобы сообщить ему о том, что наши бывшие коллеги легкомысленно и безответственно играли с теми разведанными, которые были выдуманы для обоснования вторжения. Когда этот болезненный опыт остался позади, стало нетрудно распознать ложь о том, что Россия взломала электронную почту Нацкомитета Демпартии. Четыре года назад мы предупреждали в довольно технических, но легко понимаемых, выражениях то, почему предполагаемый взлом России Нацкомитета Демпартии был бы невозможен без того, чтобы его не обнаружило Агентство национальной безопасности. Нам помогли откровения Эдварда Сноудена, опыт двух бывших технических директоров АН, членов ВИПС и, что немаловажно, применение принципов науки, которые, слава богу, не поддаются политическому давлению. Смотри наш меморандум от 12 декабря 2016 года. Доказывание обратного. Разумеется, доказать обратное оказалось непросто, особенно перед лицом обильных комментариев и псевдоанализа, лишенных подтверждающих их данных. Пример. Лишенное доказательств и ошибочно названная оценка разведывательного сообщества от 6 января 2017 года. Нам пришлось ждать два с половиной года с декабря 2017 года по май 2020 года, чтобы Комитет по разведке Палаты представителей опубликовал показания под присягой Шона Генри, главы нанитой Нацкомитетом Демпартии фирмы по кибербезопасности Краудстрайк. По причинам, лучше известным бывшему директору ФБР Джеймсу Коми. ФБР поручило Краудстрайк провести криминалистическую экспертизу того, что сенатор Джон Маккейн назвал актом войны со стороны России. Кратце, три года назад Ген Генри под присягой признал, что не было никаких технических доказательств того, что Россия или кто-либо еще взломал Нацкомитет Демпартии и перехватил те, нанесшие ущерб, электронные письма. То, что он сказал по этому очень важному вопросу в своих показаниях, данных под присягой, похоже, максимально приближено к доказыванию обратного. Если для вас это новость, то, пожалуйста, обратитесь к вашим консультантам. Возможно, неудивительно, что крупные средства массовой информации скрывают эту новость с мая. Однако мы были бы разочарованы, узнав, что никто не счел необходимым рассказать вам о показаниях Шона Генри. Насколько можем судить мы, вы старались не присоединяться к хору голосов Леммингов звездочка-звездочка-звездочка, твердящих русские снова сделали это. Чтобы по-новому взглянуть на нынешнее безумие СМИ, вы можете просмотреть опубликованную в пятницу утром статью о русском хакерстве 2,0 и о том, что, как кажется, готовится. Мы надеемся, что вы и дальше будете избегать попадания в мышеловку, которую для вас устроили для того, чтобы вашей администрации было сложнее вести дела с Россией разумным образом. Есть очень много людей в разведке, СМИ и военной промышленности, которые полны решимости сделать все, чтобы у вас не заладились отношения с президентом Путиным, по причинам, которые станут для вас очевидными. Мы готовы поддержать вас объективным анализом на основе принципа «рассказывай как есть». Наш послужной список говорит сам за себя. Ссылки на предыдущие меморандумы ВИПС, начиная с нашей критики выступления Колина Пауэлла в ООН незадолго до войны в Ираке, в тот же день, когда это выступление имело место, можно найти посылки. От руководящей группы. Ветераны профессионала разведки за здравомыслие. Ульям Бинни, технический директор подразделения геополитического и военного анализа АН. Соучредитель автоматизированного исследовательского центра электронного перехвата в отставке. Вильям Бинни, техникал директа. World Geopolitical and Military Analysis, НСА. Ко-фаунда, Сиджин Татамейшн Ресерч Сентер, Маршал Картер Трип, ветеран дипломатической службы, начальник отдела Бюро разведки и исследований Государственного департамента, в отставке, Маршал Картер Трип, Foreign Service Officer and Division Director, State Department Bureau of Intelligence and Research, Майк Гревилл, бывший адъютант, офицер по контролю за совершенно секретной документацией и работами службы радиоэлектронной разведки, специальный агент корпуса контрразведки армии США и бывший сенатор США, Майк Гревилл. Спасибо за просмотр. Поддержите нас подпиской и лайком. До новых встреч.